За время, прошедшее после предыдущего попечительского совета, проект территории развития СПБГУ протерпел ряд существенных изменений и усовершенствований. Было получено более тысячи комментариев, по желанию учтено не менее 80% из них. На участках, прилегающих к территории развития СПБГУ, располагается ряд объектов, реализация которых будет происходить с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Медицинский центр СПБГУ переместился из южной части территории от магистрали номер 4 в северную к магистрали номер 2. Гостиничные комплексы общежития на 30 тысяч мест расположились в живописном районе вдоль реки Славянка, при этом спортивные досуговые центры скомпонованы поблизости от главной пешеходной экспланады рядом с центром будущего жилого района. Центральный бульвар принимает на себя роль не только главного променада, но и маршрута между будущими станциями метро на западе и в центре городского района на востоке. Это, по мнению универсантов, принципиально важно для развития всего университетского города. Было уточнено число этапов строительства, их границы и состав зданий, а также определено, что часть территории можно зарезервировать для перспективного строительства дополнительных учебных, учебно-лабораторных и административных корпусов, экспериментальных полей и теплиц, а также ботанического сада и обсерватории. Определено, что с учетом поэтапного переезда факультетов университета необходимо оптимизировать аудиторный фонд и спроектировать спортивный блок в составе общественного центра университетского комплекса. В связи с этим административный блок был перемещен в северо-западную часть участка к хозяйственному корпусу. Наличие водоема на участке проектирования определило расположение библиотеки общественного центра, а также академической гимназии с блоком общежитий. Спроектированы учебно-лабораторные корпуса с виварием и кориогенным центром, учебные корпуса и общественный центр, расположенные по обе стороны от главного бульвара, учебные и жилые корпуса академической гимназии, административные и хозяйственные корпуса комплекса СПБГУ. После рассмотрения комментариев и предложений было уточнено функциональное назначение помещений и аудиторий восьми учебно-лабораторных корпусов с распределением их по факультетам, подразделения исследовательских и образовательных направлений университета. За время, прошедшее с прошлого попечительского совета, с учетом пожеланий профессорско-преподавательского состава СПБГУ, были подробно проработаны состав помещений и технологическое оснащение каждого из корпусов. Для оснащения лабораторий применяется более 6 тысяч видов конкретного технологического оборудования, в том числе уникального. Лазерные комплексы, лабораторные циклотроны, сканирующие ядерно-силовые микроскопы, спектрометры сверхвысокого разрешения, наноизмерительные установки и т.д. Южнее автомагистрали номер 4 размещены криогенный центр и крупнейший в Европе виварий. Предусмотрена возможность перспективного развития лабораторных блоков. По предложению губернатора Санкт-Петербурга, которое поддержали универсанты, подвесные галереи соединяют здания корпусов между собой, а также связывают, учебно-лабораторные корпуса соответствующими корпусами учебного блока. Это уникальное для России мирорешение создает единую научно-образовательную среду, способствующую проведению трансдисциплинарных исследований, внедрению их результатов в образовательный процесс и в жизнь. Учебные корпуса, в которых расположатся места для работы сотрудников и учебные аудитории, окончательно определили свое функциональное назначение и общую площадь. Увеличился состав аудитории, теперь их 337. В результате учебный комплекс рассчитан на обучение более 16 тысяч универсантов. Проектом предусмотрено строительство двух блоков, состоящих каждый из трех корпусов. В шести корпусах размещены аудитории на 30, 60, 150 и 450 мест. За время, прошедшее с последнего попечительского совета, 35 процентов аудиторий на 60 мест были разделены каждая на две аудитории по 30 мест. Эти изменения обоснованы убежденностью универсантов в том, что современная система образования нацелена на более тесное взаимодействие преподавателя с каждым обучающимся в небольших группах. Три аудитории вместимостью 450 мест каждая. Одна из них полностью автономная. Каждая из них может использоваться как мини-театр, конференц-зал, лекторий или фестивальный зал. Протяженные учебные корпуса скомпонованы из аудитории различной вместимости и офисов, вытянутой в две линии вдоль единого коммуникационного пространства. И регулярное расположение небольших аудиторий формирует фасады, обращенные на внутреннюю территорию каждой группы зданий. Пластика внутренних дворовых фасадов носит более регулярный и сдержанный характер по сравнению с экспрессивной динамикой внешних фасадов, заданной различными поворотами более крупных аудиторий относительно оси здания. Центральная эспланада, пронизывающая территорию развития с запада на восток, связывает все здания университетского города. Общественный центр. Была полностью пересмотрена концепция общественного блока. Здание, выделяющееся на фоне своего окружения, напоминает гряду холмов, вытянувшихся в цепочку вдоль главной пешеходной эспланады. Проходы между холмами разрезают на пять отдельно стоящих корпусов различного функционального назначения. Автономные по своей сути корпуса общественного центра объединены галерейными переходами в уровне третьего этажа. В студенческом клубе предусмотрено размещение многофункционального зала и студенческой гостиной, а также студенческих офисов. Помещения и пространство клуба могут использоваться для внеучебной досуговой деятельности универсантов. В составе спортивного центра девять универсальных залов различных габаритов, позволяющих обустроить баскетбольные и волейбольные площадки, тренажерные залы и так далее. В непосредственной близости от спортивного центра запланировано строительство открытого стадиона по территории протрассированной маршруты для бегунов и лыжников. Здание библиотеки с многофункциональным лекционным залом рассчитано на 12 тысяч читателей с фондохранилищем на 3,8 миллиона единиц хранения. Расположение общественного центра и его новая форма обусловлены ландшафтными характеристиками участка его дислокации в геометрическом центре территории в непосредственной близости от водоема. Проектом предусмотрено все необходимое для того, чтобы общественный центр был доступен не только для универсантов, но и для всех желающих. Статус эпицентра общественной жизни многотысячного университетского города обуславливает акцентное звучание архитектуры сооружения, его самобытный запоминающийся образ. Обращенные в сторону бульвара южные фасады корпусов можно назвать кровлями фасадами. Их наклонные плоскости покрыты геометрическим узором световых проемов и в своей нижней части завершаются ступенями амфитеатров, предназначенных для отдыха в погожий день. Здание гимназии увеличилось по площади за счет увеличения аудитории, необходимого, по мнению универсантов, для обеспечения максимальной вместимости классов при неравномерных потоках обучающихся. В корпусах общежитий увеличилась вместимость части жилых блоков. Теперь корпуса рассчитаны на проживание 502 учащихся. Проектируемый университетский город задуман как научно-образовательная и жилая среда, беспрецедентная по своей связности, проницаемости, доступности и комфорту. Блоки и сооружения города, подобно атомам, связаны кристаллической решеткой галерейных переходов между корпусами. Открытые и полуоткрытые внутренние дворы включены в разветвленную систему пешеходных коммуникаций и общественных пространств, насквозь пронизывающую всю территорию. В четкой структуре этих коммуникаций, в регулярном планировочном рисунке пешеходных аллей и бульваров, в логике расположения площадей прослеживается родство с планировкой исторического Петербурга. Что есть Петербург, если не сквозная система связанных между собой дворов, улиц и площадей, не блоки квартальной застройки и не обращенность к воде? Самое главное в объемно-пространственном решении комплекса – это открытость его системы к развитию, как по горизонтали, так и по вертикали, гибкость его пространственной матрицы без потери связанности целого. Это соответствует современному Санкт-Петербургскому открытому университету.